Лечится, что развитие детей пеш за все залежит от батьков и их жадание заниматься с дитятами. Хоть без допомоги дошкольных установок сегодня все-таки не обойстись, какими бы не были батьки, а ли их веду в сфере сучастных адвокационных технологий, часто просто не хопая. Дошкольный центр развития дитятей «Звоночек» в сучастном статусе, працуем от 10 годов. В стране это был детящий сад акульного типа. Зараз в этой установке наведывают больше 340 детей, возросли от 2 до 6. Все роды додатковых адвокационных послуг, английская мова, ткаство и хореография, а ли особливый гонор керавництва центра «Коллектив» для подрактовки детей до школы есть акульно принятый адвокационный стандарт, а ли кали у выхователей внима творчиха подоходу эффект будет минимальным. Занимаются своим самообразованием, они посещают курсы повышения квалификации, они работают над повышением своей категории, они повышают свое образование, если оно среднеспециальное, то они получают высшее образование. То есть здесь на самом деле достаточно большое поле для деятельности. Сусветная практика свечать, у лидерах оказываются те краины, где намагание накируется на повышение профессийного узровня наставников. Меж тем, сегодня угомили у всего 7 наставников-методистов. Это самая высокая категория для работников школ, якая свечать об их махчимости не только вести научание на ответственном узровне, а ли идя лицевым опытом с иншими. А тому одна задач принятого комплексу мероприемств, значимое повеличение колькости таких наставников, сирот и инших приоритетов, створение умов для отримания якостной эдукации людьми с обмежеванными махчимостями, оптимизация сетки дошкольных установок и техничное пересношение средних школ, причем как за бюджетные, так и спонсорские сродки. Если мы говорим сегодня, что должен быть компьютерный класс, значит должно быть обновление компьютерной техники. Если мы говорим о том, что мы должны повысить качество знаний по физике, значит должно быть лабораторное оборудование. И в таком ключе эта программа, ну скажем так, определенные средства предусматривает. Они обеспечат стабильное функционирование и дальнейшее развитие всей сети учреждения образования в городе. В 2018 году Беларусь у Першиню доложится до доследования в рамках международной программы по аценции адвокацийных достигнений в Гучню. Это тестирование показывает, на кольки старшеклассники могут применять отременные веды в реальном житте. По сутности, ягувынники станут отказом на пытание об эффективности примаемых мер по поляпшении айчинной системы адвокации. Алексей Тюров, Валерий Гапанько, Телерадокомпания Гомель.